Тем временем врачи 7-й городской клинической больницы Алматы продолжают бороться за жизнь двух пациентов, пострадавших во время беспорядка в Курдайском районе. Состояние обоих оценивается как крайне тяжелое. Еще трое тяжелых пациентов находятся в реанимациях Южной столицы и Курдая. В общей сложности в стационарах Алматы и Курдая продолжает проходить лечение 41 человек. 29 из них находятся под наблюдением алматинских врачей, 12 в Курдайской центральной больнице. Об этом сегодня во время специального брифинга сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров. По его словам, за эти дни в стационарах Южной столицы медиками проведено 24 операции. В целом, вследствие происшествия пострадало 182 человека. В основном это были травмы легкой степени. Им была оказана первая необходимая медицинская помощь. Многие были отпущены сразу на амбулаторное лечение. На сегодняшний день в стационарах города Алматы находятся 29 пациентов, четверо из них находятся в реанимации. В стационарах Жамбылской области 12 пациентов находятся, 11 из них в центральной Курдайской ЦРБ Курдай и один из них находится в городе Тарас. Также представители Минздрава рассказали о состоянии Тульгена Кудашбаева, избиение которого стало поводом вспыхнувшего конфликта. По словам медиков, на данный момент 77-летний пенсионер переведен из реанимации в общую палату. Он перенес операцию по восстановлению бедренной кости. Продолжение следует...